Друзья, всем привет! В этом видеоролике я с вами хочу обсудить такую тему, как страхование каска. А все почему? Ну согласитесь, не каждый из нас сегодня может купить себе новый автомобиль, не прибегая к кредиту. А если вы покупаете автомобиль в кредит, как вы знаете, обязательно вы должны сделать каска. Да и в общем-то каждый человек, который покупает сегодня новый автомобиль, хоть на чуть-чуть, но задумывается, а стоит ли ему делать каска или нет. И очень много различных подводных камней, о которых многие из нас не знают. И вот в этом видеоролике я хочу кратенько все это перечислить, чтобы вам было полезно и понятно, на что стоит обращать внимание, если вы делаете данную услугу страхования. Поехали! Но прежде чем мы начнем, я конечно же не могу пройти такую тему, как чемпионат мира по футболу. Вы посмотрите, что происходит. Просто какое-то сумасшествие. Мы прошли в четверть финала. Испанцы уехали домой. Роналдо, Месси поехали вместе на одном самолете. И что вы думаете? Многие люди сейчас на этом зарабатывают. Конечно же, кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Букмекерская компания MostBet оставляет для вас ссылку в описании. Это на самом деле проверенный букмекер. У них есть официальная лицензия на ведение деятельности. Никаких обманов, подвохов не будет. Простейшая регистрация, проходите по ссылочке в описании. Если вдруг вы выигрываете, деньги вы также легко и быстро выводите. Друзья, огромный ассортимент ставок. Переходите по ссылке в описании, знакомьтесь и помните одно. Если ты сделаешь ставки, то делай ставки на MostBet. Погнали! И первое, с чего мы начнем, мы смоделируем ситуацию. Давайте каждый из нас представит, что мы приходим в автосалон покупать автомобиль в кредит. Естественно, нужно будет сделать каско. Не каждый из нас вообще хочет делать каско и выполняет это требование исключительно для галочки. И вот нас приводят к специалисту по страхованию, который говорит, ребята, вам нужно сделать полную каско. Мы говорим, ну как так? Я, например, хочу сделать минимальное требование банку, угон тотал. Вам запросто могут сказать то, что нет, у нас такого нету, нам нужно обязательно, чтобы вы сделали полная каско. Это заведомо вранье сразу. Для чего они это делают? Ну, во-первых, чем выше сумма каско, соответственно, тем больше страховая премия. И все здесь упирается в одну, в денюжки. Никто за вас никак не переживает, поверьте на слово. Значит, что нужно делать в этой ситуации, чтобы быть уверенным, что это действительно требование банка? У любого банка есть список, там прям поэтапно все расписано по пунктам, что нужно сделать, чтобы вы могли купить автомобиль в кредит. Вот вы запрашиваете этот список, и там вы все увидите, там все будет расписано. Но я вам сразу могу сказать, что с вероятностью 90%, если это автомобиль до 2 миллионов рублей, то требование будет простое. Сделать угон тотал. Многие, покупая автомобиль, уверены в своих навыках вождения, знают, что свой автомобиль они будут ставить на частной территории, на закрытой территории, никуда он никогда не уедет, да и в общем-то автомобиль не находится в зоне риска по угоняемости. Не забывайте об одном простом деле. Когда вы покупаете автомобиль в кредит, вы вносите первоначальный взнос и всю остальную сумму, которую вы взяли в кредит. Пока вы ее выплачиваете, ваш автомобиль находится в залоге у банка. И это самое главное, потому что требование по КАСКО, это больше нужно банку, он хочет перестраховаться. Если вдруг какую-то ночь у вас угнали автомобиль, либо же на него, не дай бог, упало дерево, и автомобиль не подлежит восстановлению, то он быстрее денег заберется в страховой компании и останется доволен. Если же вы не сделаете КАСКО на второй год, на третий год, и при этом такая ситуация, то получается так, что вы остаетесь без машины, и вы остаетесь с долгом. И никто вам этот долг не простит. Допустим, мы с вами определились, что можно все-таки сделать только угон ТОТАЛ. После этого переходим ко второму действию и начинаем делать запросы в различные страховые компании. Откуда вообще берутся эти страховые компании? У каждого банка есть свой список, так сказать, аккредитованных страховых компаний. Что это значит? Это не означает, что эти компании прошли какое-то качество, проверку, нет. Просто у этих компаний есть хороший договор с банком, у них есть взаимовыгодное сотрудничество. С каждым застрахованным они дают этому банку хорошую суду. Ну какую-то денежку, копеечку, сами все понимаете. И вот по этому списку, если пройтись, то там будут компании, которые знают абсолютно все, и будут компании серии «Рога и копыта». И вот эти «Рога и копыта» неизвестная организация, могут давать самую низкую цену по страхованию. Какой в этой ситуации плюс для вас? Ну смотрите, вы задаете тридцаточку, небольшую сумму, получаете галочку, страховой полюс, все, вы можете кататься. Какой же здесь минус? В первую очередь, если вдруг в течение года эта компания обанкротится, у нее отзавут лицензию, либо же она просто закроется, такое запросто может быть, ваш поле становится неэффективным и нулевым. Просто выбрасывайте в мусорку. Соответственно, вам придется делать еще раз страхование, а это получается скупое плате дважды. Поэтому выбирать ноунейм организации, о которых вы никогда не слышали, даже если про нее якобы хорошие отзывы в интернете, стоит несколько раз подумать, чтобы не попасть в просадку. В процессе общения со страховым специалистом вам наверняка сделают предложение и посчитают каска с франшизой. Что оно из себя представляет? Минимальная сумма франшизы на сегодняшний день 15 тысяч рублей. В элементарном порядке рассказываю. Если вдруг вы попали в какое-то легкое ДТП, ну допустим, притерли бампер, и сумма ремонта составляет не более 15 тысяч рублей, в этой ситуации вы делаете ремонт за свой счет. Если же вдруг вы попали в ДТП, где сумма составляет 50, 60, 70 тысяч рублей и выше, тогда делает страховая компания. В чем плюс? Такая каска, как правило, становится дешевле для вас. И очень часто бывает такое, что, например, вы делаете расчет на угон тотал 50 тысяч рублей, а каска с франшизой полная может обойтись вам уже тысяч в 65, в 70. Все это индивидуально, все нужно рассчитывать и взвешивать именно вам наиболее выгодное предложение для вас. Предположим, что вы выбрали страховую компанию. Далее обязательно прочитайте все требования и условия страхования. Очень часто бывает так, когда человек сделал страхование, спустя полгода или год условно уезжает автомобиль со двора, он обращается в страховую компанию, и тут выясняется, что по правилам страхования он был должен на ночь автомобиль оставлять на крытых парковках и охраняемых парковках. Такое действительно может быть. Среди этих требований может быть и требование к сигнализации. Ну, знаете, зачастую бывает так, что вы делаете расчет по каске, вам говорят, смотрите, ваш автомобиль находится в топ-10 угоняемых. Такое, например, может быть с моим любимым автомобилем, на который я коплю Toyota Camry. Так, например, каска на него, на молодого парня, может обойтись там в 200 тысяч рублей. Но если сделать дополнительно спутниковую сигнализацию, поставить механические защиты на коробку, на капот, такая каска может обойтись дешевле. И это действительно бывает, и здесь нужно внимательно читать именно условия страховой. Еще один термин, с которым вы можете столкнуться в процессе расчетов, это габ страхования. Простыми словами, это гарантия сохранения стоимости автомобиля. Что это такое? Привожу простой пример. Вы покупаете автомобиль за 1 миллион рублей, и вдруг в первый год с ним что-то случилось, он либо уехал, либо на него что-то упало, и он восстановлению не подлежит. Страховая компания будет делать расчеты серии минус 20-30 процентов от стоимости автомобиля. То есть вам вернут 700-800 тысяч рублей. Если автомобиль был в кредите, то эти деньги уйдут напрямую в банк. Так вот, что такое габ страхования, что оно вам дает в этой ситуации? Если вы оплачиваете эту услугу, как правило, она стоит от 25 тысяч рублей и выше. Все зависит от стоимости автомобиля нового. Вы получаете возможность вернуть всю сумму по договору. Вот если вы купили автомобиль по договору купли-продажи за миллион рублей, то вы получите, собственно, миллион рублей. Если вы делаете полное страхование, то здесь вам обязательно нужно заранее позаботиться и узнать, где будет проходить ремонт и на каких условиях. Очень часто сейчас бывают такие ситуации, когда человек попал в ДТП, отправляется делать ремонт по каске, приезжает. Ну, естественно, его встречает не официальный дилер, а какой-то там автосервис гаражного типа. Казалось бы, да фиг с ним. Везде специалисты, везде рукастые ребята. Но когда он забирает автомобиль, спустя какое-то время он узнает то, что автомобиль был отремонтирован путем установки на него бэушных запчастей. Да-да, действительно, это может быть, что вы приезжаете, вам поставят, допустим, фары новые. Но они будут не новые, а бэушные. Какие-то запчасти внутри, которые вы не видите, могут быть аналоговыми китайского происхождения и так далее. То есть в договоре это тоже может быть все прописано, что допускается установка рабочих запчастей схожего происхождения, аналогичного происхождения, но не оригинальных. Соответственно, на это нужно обращать внимание. Ведь каждый из нас хочет, чтобы как происходило. Ты приехал, если поломал бампер, тебе его выкинули твой, поставили новый, покрасили все. Но может быть и такое, что тебе этот бампер будут латать. Если ты что-то сломал, это можно подремонтировать, тебе это подремонтируют. В общем, на это нужно обращать внимание. Это, так сказать, подводный камень, о котором не многие знают. Но когда с этим сталкиваются, удивляются, начинают спорить, бодаться, а выясняется то, что в договоре то у тебя все прописано. Не забывайте о том, что если вы делаете на двух и более человек по каскам, то расчет будет идти по самому молодому и самому неопытному. Ну, очень часто бывает так, что человеку там 50 лет и у него 30 лет стаж вождения. Для него там каска будет стоить условно 70 тысяч рублей. Он вписывает туда своего ребенка, которому 20 лет и там два года стажа вождения. Соответственно, каска вырастает до 150 до 200 тысяч рублей. Это очень важно, просто многие этого почему-то не понимают. Думают то, что просто дорогой каска. Нет, всегда считается по самому неопытному. Что делают люди в нашей стране, где все продуманы, где все все понимают? Если речь идет о небольших городках, то, как правило, делают каска на самого старшего, на кого это дешевле. Но, если вдруг ребенок попадает в легкое ДТП, то оперативно подъезжает папа и уже для ГАИ и в договоре с другим участником ДТП говорят, ну, ребята, пойдите навстречу, указываем, что был я за рулем, для того, чтобы получить выплаты по страховой. Правильно это, конечно же, нет. За это могут вас очень сильно наказать, если страховая компания узнает, что вы так поступили. Как они могут об этом узнать? Служба безопасности действительно работает. И может быть такое, что второму участнику могут позвонить и спросить, здравствуйте, а участвовали вы в ДТП? А когда это было? А кто был за рулем? И если вдруг он по случайности скажет, что был молодой парень, а указано, что был взрослый человек, то есть они поймут, что идет какой-то обман, вот здесь вам может, мягко говоря, не поздоровиться. Друзья, не стоит забывать о последовательности действий, если вдруг вы попадаете в ДТП. Очень часто сегодня говорят, вот есть европротоколы, вообще никого можно не вызывать, это удобно, если легкое притертое, с чего вам бояться? Читайте требования вашей страховой. Как правило, без справки от ГИБДД вам вообще могут отказать в ремонте. Если вдруг вы уведомили вашу страховую компанию позднее, чем три, пять дней, сроки бывают разные, вам также могут отказать в ремонте. Поэтому все эти требования вы должны изучить самостоятельно заранее, чтобы если вдруг что-то произойдет, вы уже знали, как нужно вам действовать. Друзья, но уверен, будут те, кто скажет, зачем вообще покупать автомобиль в кредит? Если не заработал, купи машину попроще, купи машину с пробегом, и вот здесь будет самое время сказать про нашего спонсора Автокод. Это тот самый сервис, с помощью которого вы можете проверить всю официальную информацию по автомобилю. Знаете, очень часто, когда мы с вами заходим читать объявления, пишут, не бит, не крашен, все ТО официального дилера, идеальное состояние, готов на любые проверки. Какие возможности есть у этого сервиса? Заходим на него, вбиваем только лишь госномер автомобиля, оплачиваем услугу в 349 рублей разовую. Если вдруг вы ищете автомобиль, и вам нужно чаще проверять их, там есть различного рода пакеты, по которым вы можете и вовсе дойти до 100 рублей за одну проверку. И после этого, в течение двух-трех минут, к вам приходит отчет по автомобилю, где вы можете увидеть его реальный пробег, где самое главное, вы можете увидеть, в залоге находится автомобиль или же нет. Потому что очень часто встречается ситуация, когда люди приезжают покупать автомобили, проходит сделка, все, машина их, а потом спустя полгода, год, они узнают, что оказывается, машина находится в залоге у банка. Это очень страшно. Вот я свои машины реально проверял для того, чтобы понимать, как сервис работает. В моем случае, все отображается в действительности. Поэтому автокод, ссылка ждет вас в описании. У них есть два мобильных приложения для iOS и Android. Вы их также можете скачать и проверить всю историю вашего автомобиля по телефону. Друзья, самое время делать выводы. Я вас прекрасно понимаю, что одним эта услуга страхования вообще нафиг не нужна, и была бы возможность, они от нее отбивались бы всеми возможными способами. Другие же действительно нуждаются в этом страховании. Либо жена получила права и может где-то притереться, либо же сам постоянно куда-то выляпываешься, какие-то невнимательные маневры происходят. Третьи покупают автомобили, которые действительно находятся в зоне риска по угону. И машину могут угнать из двора уже в первый же день. Поэтому я считаю, что данный видеоролик был полезным. Мы затронули все самое основное. Франшиза, страхование по ГАП, о том, что нужно читать требования от банка, о том, что нужно читать условия страхования непосредственно страховой компании. Что может произойти, что не может произойти, где будет проводиться ремонт автомобиля. В любом случае, если я чего-то не сказал, как вы считаете очень важного, пишите это в комментариях, но и вы же, в свою очередь, также читайте комментарии. Аудитория на канале очень взрослая, зачастую бывают очень дельные и полезные советы. У меня же на этом все. Подписывайтесь обязательно на инстаграм канала, там всегда выходят только свежие новости. Так, например, завтра мы готовим заезд Mazda 6 против Kia Optima 2.4. В общем, много чего интересного вас еще ждет, поэтому я с вами не прощаюсь, а лишь говорю до скорой встречи. Всем пока-пока.